наше сердце из трикотажной пряжи готово это будет донышко нашей корзинки сейчас я вам хочу показать как правильно сделать первый ряд от донышка когда мы начинаем вязать корзину чтобы донышко было правильно оформлено лицевая часть вязания у нас будет внутри корзинки это будет видно теперь чтобы начать ряд нам нужно сперва сделать две петли подъема делаем и перевернуть вязание вот так вот донышко мы будем провязывать по периметру в обратную сторону вот наши две петли подъема теперь мы вяжем первый ряд столбиками без накида обычными но захват рабочей нити мы делаем не в петли полноценные а столбики между петлями то есть мы вот захватываем вот этот вот столбик еще раз показываю этот вот столбик подхватываем рабочую нить протаскиваем ее вот так вот через этот столбик протащили и провязали вот эти вот две петли это первый наш столбик провязываем следующий ищем следующая петелька вот этот вот столбик опять накидываем рабочую нить протаскиваем через столбик весь вяжем как можно туже чтобы корзинка держала форму вяжем как можно туже чтобы корзинка держала форму сделаем еще несколько петель в итоге у нас получается вот такой вот первый рабочий ряд который встает перпендикулярно донышку корзинки и край здесь вот очень будет плотно и четко держать форму при поворотах на округлости петли мы больше не прибавляем а вяжем под каждый столбик просто продолжаем вязать под столбики крикотажная пряжа тянется я стараюсь вязать как можно плотнее чтобы у меня корзинка потом держала форму получается здесь вот такой такой ребрышко по краю свяжем весь первый ряд по периметру провязан первый ряд наших стенок в корзинке будущий он заворачивает немножко наше сердечко внутрь но это так и должно быть чтобы четко здесь встала на донышко наша корзинка сейчас я покажу как закончить первый ряд вот нам осталось провязать один столбик теперь нам нужно соединить ряд единое целое для этого мы вытаскиваем крючок из нашей рабочей петли поддеваем его в первую петлю ряда вот в эту и накидываем вот эту петельку на крючок и протаскиваем на изнаночную сторону наши корзинки вот так вот протаскиваем провязываем вот у нас получился ряд теперь чтобы начать следующий ряд вязать нужно обязательно не вяжем крючком чтобы не забыть сделать петлю подъема потом в эту петельку будем также закрывать второй ряд начнем вязать наши стенки корзинки узором напоминающий плетение ротанговой лозой он так и называется узор ротанг он так и называется узор ротанг